привет всем вы на канале позитивный огород сегодня у нас 12 декабря и мы приступаем к пробному посеву такой вот клубники собирали свои семена из клубники иришка попробуем их посеять посмотрим какая всхожесть у этих семян так как многие все-таки они практикуют именно то что собирают свои семена и выращивают рассаду уже из своих семян и остаются довольны результатом вот как бы тоже хотим так попробовать но главное чтобы семена оказались схожими также мы проверим и и наш грунт это наверное самое главное чтобы у нас он был без всяких болячек чтобы никаких там вредных этих микроорганизмов не было и в дальнейшем при посеве на магазинах семян нам не промахнуться чтобы у нас с ними все было хорошо тут как раз кстати вот такая вот земляника это мелкоплодная с прошлого ну вернее с весны этого года поздно и посеяли она осталась так сидеть в небольшом контейнере но вот такая вот очень даже симпатичная земляника мелкоплодная которую можно будет потом опять же таки рассадить она очень хорошо как видите себя чувствует без всякой подсветки на обычном нашем подоконнике то есть очень неприхотливая будем сеять вот такие вот емкости все это вообще в разные емкости главное чтобы у нас здесь были дренажные отверстия и земли нам нужно от этого грунта всего лишь вот это вот стук очки небольшое количество 23 сантиметра не больше нам не нужен большой объем грунта нам не надо так как земляника она то есть она развивается очень медленно и корневая система именно до того как мы будем пересаживать ее по отдельным емкостям она не успеет просто запомнить эту объем грунта этот объем грунта также нам потребуется и пин экстра проверим как он действует часть семян посеем с пином обработаем их а часть вообще не будем обрабатывать посмотрим какой будет результат также нам потребуется вермикулит вермикулит мы с вами берем как можно такой ну более крупной фракции вот здесь у нас мелковатая но как бы все равно нам небольшое количество надо поэтому принципе подойдет и такой также нам нужен кокосовый субстрат его мы заливаем сперва кипятком а затем уже добавляем еще воды и пропускаем вы через марлю то есть чтобы какие-то соли если вдруг они там есть они там скорее всего есть чтобы потом нам они не повредили нашей рассаде мы их удаляем это спарин также будем использовать для обработки грунта своего это у нас здесь смесь торфа и нашей обычной земли с участка ну больше всего здесь конечно торфа и что касается фитоспорина вот это у нас маточный раствор всегда на упаковке указано как нам его развести берем одну столовую ложку маточного раствора добавляем в один литр воды и вот этой смесью мы проливаем наш грунт либо проливаем либо заливаем распылитель и так сказать распыляем 5 перемешиваем распыляем перемешиваем таким путем можно тоже так скажем зарядить наши грунта вот этой вот сенной палочкой которая будет как раз таки бороться со всеми грибковыми заболеваниями затем мы этот грунт не конечно не слишком много этого жидкости сюда не вносим то есть не делаем болото ну так немножечко все это про пшики мне по немного так вот увлажняем почву накрываем его не плотно каким-нибудь полиэтиленом оставляя доступ кислорода и при обычной комнатной температуре оставляем где-то таком не очень светлом месте немножко таком затемненном на неделю это вообще вот как правило делают конечно нам иногда совсем у нас мало времени мы не успеваем это сделать но хотя бы один день чтобы сегодня вот например про пшикали да этот весь грунт фитоспорином либо пролили его и оставили но она минимум на один но лучше все-таки на хотя бы на три дня чтобы он нас он постоял и сенная палочка это начала здесь работать вот такие вот у нас семена около здесь 70 штук по внешнему виду кажется что совсем их тут мало но сейчас примерно пополам их разделим и одни будем замачивать в эпине на 100 миллилитров жидкости берем одну или две капли эпина все это перемешиваем семена наши заворачиваем в такой вот так скажем такую салфетку сворачиваем закрепляем скрепкой и опускаем в наш раствор и уже здесь они у нас будет находиться минимум два часа лучше чтобы они у нас так вот пролежали в растворе эпина часа три хотя бы и затем мы их посушим немножко и будем уже осуществлять их посев и составляем наш грунт примерно 40 или 35 процентов у нас будет кокосовый субстрат около 60 процентов у нас будет вот этот вот торфяной так скажем грунт и остальные пять процентов это у нас будет вермикулит так ну вот примерно столько вот получается у нас кокосового субстрата такой вот он воздушный и примерно вот эта часть получается вот у нас все идет торфяной грунт и совсем немножко вот здесь у нас вермикулита теперь мы это все перемешиваем хорошенько все перемешаем вот такой у нас получается грунт с одной стороны у нас он держит достаточно хорошую форму но с другой стороны он очень такой рассыпчатый и воздушный как раз будет очень хороший доступ к кислороду корням наших этих молодых саженцев клубники и приступаем к посеву набираем грунт где-то около трех сантиметров может быть чуть больше те семена которые мы замачивали и пины мы посеем в отдельную такую емкость сверху наш грунт немного уплотняем чтобы семена у нас глубоко не проваливались почву и тем самым мы стараемся так сказать расположить семена на одинаковом уровне то есть чтобы опять же таки семена не лежали на разной высоте но сейчас сразу посеем те семена которые у нас не обработаны и пином разложим их по верху нашего грунта и сверху на семена укладываем небольшой слой снега это примерно один сантиметр ну вот уложили снег теперь берем обычную такую пленку проделываем зубочисткой отверстие в ней и накроем сверху наш контейнер и вот в таком вот состоянии мы ставим нашу клубнику на стратификацию в холодильник примерно на 3 или 5 дней после этого выставляем ее сразу на солнечный подоконник и дополнительно досвечиваем около четырех-пяти часов ну если у нас например с пяти наверное вечера и до десяти вечера вот так вот наверное она у нас будет находиться именно под подсветкой дополнительной а днем обычное дневное наше освещение и и оставшиеся семена которые мы замачивали в пение сейчас мы отожмем всю эту жидкость немножко эти семена просушим распределим точно также по поверхности заранее немного уплотненного и выровненного грунта накроем сверху верни насыпем немножко снега закроем пленкой и опять же таки точно также поставим в холодильник что касается прорастание затем уже клубники то хорошо она прорастает при температуре 22 23 вот так вот градуса мелкоплодная она прорастает и при плюс 16 плюс 17 даже вот более оптимально это выше 20 градусов и до 25 чтобы у нас именно всходы дружные хорошо появлялись вот что касается посева в принципе все главное чтобы у нас были семена с большим запасом по сроку годности также чтобы у нас был хорошо подготовлен грунт к посеву но остальное надеемся что у нас будет все хорошо но всем тем кому данное видео было полезным подписывайтесь на наш канал делитесь этим видео друзьями заходите почаще в гости и пока пока до новых встреч всем самого самого наилучшего и хороших дружных и отличных вам всходов